Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров STM32. У нас F103 расположен на недорогой отладочной плате и занимаемся мы с вами сетью. Мы подключаем к нашему микроконтроллер модуль NK28J60 и пытаемся через данный модуль отправить ARP запрос, но не то что пытаемся, мы уже его теперь наконец-то отправили и мало того мы получили ответ. Наша задача теперь занести данный ответ в таблицу ARP и занести его правильно, то есть не занести повторно один и тот же адрес. Да и вообще если адрес есть в таблице ARP, то мы не будем ARP запрос посылать, зачем нам лишние тормоза. И также если он есть, проверить, а не просрочился ли он и остальные записи, то есть и просроченные записи удалить. Ну, я думаю нам осталось не так много. Возможно мы закончим уже скоро с вами, но пока давайте работать. Дело время, потеки час. Мы добавили с вами функцию обработчик прерывания от переполнения счётчик таймера и теперь мы обязаны с вами этот таймер ещё запустить. Он у нас обычно, если мы его добавляем в кьюбе, он только инициализируется у нас, но никак не запускается. То есть его нужно ещё нам с вами запустить. Вот здесь вот мы с вами сделаем неправильно. Это так не пойдёт. Абсолютно вообще никак неправильно. Не знаю как у меня код работал, я только сейчас заметил. Так, хорошо. Hall Team Base Start IT. Вот так мы его и должны с вами запустить. Теперь мы давайте уже и можем спокойно занести наши секунды. Так, а считаются ли они эти секунды у нас вообще? Вообще-то должны. Сейчас мы посмотрим. Вот они, CLOCK CNT. Они прибавляются каждый раз эти секунды у нас. Отлично. Ну и давайте ARPREC. Эта функция у нас создана для того, чтобы заполнить нашу ARP таблицу. ARP INDEX SEG равно у нас будет CLOCK CNT. Вот и всё. Ну и дальше мы увеличиваем позицию в таблице. То есть если не просто увеличиваем, мы должны проследить, что мы ещё до края не дошли. ARP INDEX. Если у нас меньше четырёх, то мы увеличиваем. Но на самом деле это пять с нуля считается. Мы инкрементируем позицию. Вот. А в противном случае мы данную позицию с вами обнуляем. Ну и теперь по окончанию вот этого всего мы давайте эту таблицу с вами посмотрим. То есть, ну это всё стандартная, в общем, так сказать, процедура отправки в UART модуль. Поэтому мы смело можем её с вами скопировать. Вот это мы с вами уже сделали. То есть, я решил сразу сделать. Поэтому по частям теперь у нас разделится вот здесь. В одной части у нас само добавление переменное, а экстренное уже вот здесь в другой части. А то получилось, что мы уже с вами воспользовались секундами, ещё не добавили. То есть, ну это уже не так важно. То есть, ну вот такой вот цикл. Вот мы и воспользовались с вами переменной i. Всё здесь стандартно. То есть, от нуля до пяти пробегаемся мы по таблице и выводим в терминал пары. Адрес MAC, вернее IP с соответствующим ему адресом MAC. И также выводим количество секунд записанных в таблицу. Ну, секунда у нас будет считаться от момента включения. То есть, ну давайте пока посмотрим. Пока у нас мы не следим за тем, что просрочилось у нас, не просрочилось. Пока мы хотя бы как-то с вами заполняем ARP таблицу. Так, этого не любит кейл, таких вещей. Посылаем ARP запрос и видим мы таблицу. Вот тут она из нулей пока состоит. Вот у нас 107 адрес. То есть, давайте ещё раз пошлём и мы увидим, что он ещё раз у нас пропишется в другой позиции. Правда уже вот тут 12 секунд. Третий раз пошлём, он в третий мест подпишет, попадёт. То есть, это непорядок. Давайте ещё запросим адрес у нашего роутера. Вот роутер нам также ответил своим MAC адресом. То есть, отлично. Но не отлично то, что у нас дублируются записи. То есть, и соответственно у нас не будет обнуляться записи просроченной. Но мы и не посмотрим. Мы будем 12 часов выставлять. Но я пробовал, оставлял 100 секунд, 50. Всё это работает. Вы можете также поэкспериментировать. Ну, в рамках занятий мы не будем этого делать. Ну, давайте теперь перейдём в функцию приёма пакета. Вот. Нет, отправки пакета. То есть, отправлять нам его или не надо этот пакет. Будем проверять. Вот. И где-то здесь вот мы добавим цикл. Прям, наверное, в самом конце, прежде чем его проверять или… Ой, то есть, отправлять или не отправлять данный пакет. Давайте вот тут вот мы и добавим данный цикл. Мы будем здесь бегать по таблице. Ну, комментарий давайте. Вот. Ну и давайте теперь ещё один комментарий, что ли, раз так хорошо у нас получается. Комментарий писать. Вот. Ну, если это if. Это мы с вами знаем. Это никуда не денешь. Так. ClockCnt и минус то, что в записи. Мы сравниваем с текущим временем. Ну, оно у нас относительное время. Относительно включения компьютера. Не абсолютное. Не московское там, не какое-то. Минус арп. Рек. Ай. Сек. Больше 43200. Ну, столько секунд у нас в 12 часах. Может проверить. В Excel там как-то или ещё где-то. Это точно. Ну и mem.set. Ну, у нас были везде mem.p. И есть ещё mem.set функция, как мы уже, я думаю, все знаем это. Вот. Которая забивает область памяти каким-то одним байтом или может быть ещё чем-то таким. Arp.rec. Нам уже не важно какой индекс массива. Мы обращаемся к началу массива. То есть. Дальше берём мы sizeof. Sizeof. Arp.rec.ptr. Самую структуру умножим на i. То есть. Попадаем мы ровно в то место, где начинается запись с индексом i. Таким вот самым интересным образом. Ну, нулями будем забивать. Ну и какой размер. Размер просто вот. Sizeof.arp.rec.ptr. То есть. Мы целую с вами одну запись забьём нулями по определённому индексу. Вот так вот интересно и легко можно это всё проделать. То есть. Теперь опять. Если у нас же два условия. Мы удалим просроченные. А вдруг ещё адрес есть. Если у нас адрес сошёлся с вами. Ну, здесь mem cmp уже работает. Arp.rec. Если у нас i с нашим сошёлся. ip адресом. Ну, конечно, не с нашим, а с тем, который мы… Мак адрес которого мы хотим узнать. Если он сошёлся. То есть. Если он уже у нас есть в таблице. Мы уже с вами поубивали все записи, конечно. Вот. Если он сошёлся. То тогда мы вообще из функции выйдем с нулём. Вот. Выйдем с нулём. И почему-то нас теперь ругает kale. Потому что надо ещё одну скобку закрыть. И всё равно ругает kale. Ну, по всей видимости. Потому что мы не использовали элемент структуры. А здесь-то вот она и вообще тут и скобка-то никакая не нужна. Вот теперь нас kale не ругает. Давайте подумаем. Мы, если вдруг попали вот сюда. Мы удалили запись. А если она вдруг с нашим IP сошлась. То мы, по идее, вы можете подумать, что мы уже его не занесём. Мы его удалили и уйдём. Но раз мы его удалили, то у нас здесь считаются уже нули. То есть всё нормально. Не подкопаешься. То есть. И опять мы смотрим ARP таблицу. Ну, по-моему, код смотрения ARP таблицы тот же самый, как и здесь. Но мы на всякий случай всё-таки скопируем данный код с сайта. Не будем судьбу испытывать. Тут вот что-то мне не нравится, как написано. А, ну мы да, перед этим смотрим-то. Всё правильно. Не потом мы её смотрим. Перед тем, как ноль вернуть, мы её и смотрим. Вот. Посмотрим и ноль вернём. Если мы вернём не ноль и не выйдем, то мы дальше будем отправлять. И уже будем там по ответу уже заносить в эту ARP таблицу данные. То есть вот здесь уже. Вот так вот закручен лихо у нас код. Ну, вообще спешу вас обрадовать, что код-то у нас закончился. Если мы с вами нормально отработаем сейчас в терминале, то будет вообще красота. Ну, поехали. Вот первая запись. Давайте пытаться ещё раз у роутера запросить с вами MAC-адрес. То есть мы видим, что, во-первых, быстрее срабатывает код намного. Это означает то, что мы вообще не посылаем ARP-запрос. Мы его заметили в ARP-таблице, ничего туда не стали заносить. Вот. Теперь давайте у компьютера у нашего запросим MAC-адрес. Вот он вторым индексом прописался у нас. То есть если мы ещё раз запросим, мы видим, что мы ничего этим самым не исправляем. То есть если мы опять у роутера запросим, всё, мы ничего не добавляем. Давайте ещё какой-нибудь адресок. Для этого мы сейчас вот такую команду подадим. Что у нас ещё тут есть интересного? То вообще-то адресов-то не осталось живых. 197-й, 225-й – это какие-то вообще нити-адреса. То есть мне запросить-то нечего. Ну, в принципе, я проверял в другом месте, где у меня большая сеть. Там всё это дело функционирует. Вот. Весь был забит у меня до отказа. Вот этот вот отрезок таблицы. То есть и я пробовала по кругу. То есть нормально. Там уже заменяется первый, потом второй. То есть потихонечку по старшинству всё. Вот видите, что здесь уже 78 секунд. А здесь уже какой-то был, скорее всего, совершенно другой адрес. Ну, из-за того, что у нас просто не хватило элементов всего 5, мы не можем столько записей хранить, то мы, получается, самую старую с вами и уничтожим. Ну, не самую старую. Тут по индексам идёт. Здесь уже не до старшинства. Я не думаю, что мы так будем кидаться запросами арпами по разным устройствам. Вот. То есть поэтому я считаю, что мы с вами досрочно выполнили цель урока. Достигли цель урока. То есть мы… Вот тут я даже написал. Вполне себе полноценный мы арп клиент сервер. Уже клиент сервер мы с вами создали. То есть мы всё можем с арпами делать, как хотим с ними мы занимаемся. И можем их также посылать. Ну, на следующем занятии, ну, не по, опять же, номеру следующим, а по сетям, мы с вами попробуем уже по прерываниям поработать. То есть, как я говорил, не в бесконечном цикле. Будем отслеживать сетевые какие-то запросы и пакеты. Мы будем их отслеживать именно в тот момент, как только у нас заполнится буфер приёма. И возникает прерывание, и на ножку внешних прерываний, то есть на контроллер пойдёт какой-то определённый сигнал. Мы его с вами отловим и вовремя примем пакет. То есть, а то и от двух до трёх там даже может от одного до трёх пакетов быть в одном буфере. То есть, как только буфер перепоннился, мы его обрабатываем. То есть, хорошо придумал разработчик, что послал прерывание. То есть, ну, прежде чем нам воспользоваться прерыванием, я дам урок отдельно по внешним прерываниям, чтобы не было непонятных вопросов, мол, мы это не проходили, нам это не задавали. Ну вот, поэтому обязательно будет урок по прерываниям. По дисплею, значит, что у нас с вами на повестке дня. Мы посмотрели с вами интересный урок по выводу текста на дисплей, подключаемый по интерфейсу LPDC. И затем пойдут у нас уже попытки использовать тачскрин, который у нас на 746 плате. Также урок обещает быть интересным. И затем мы постепенно уже переходим с вами к изучению библиотеки EMWIN. Многие хотят это посмотреть, многие писали и в личку, и вообще и в комментарии. Так что я не устоял и в данную библиотеку начал осваивать. Скажу я вам, что она не такая простая, особенно если она не подключается к дисплею с контроллером, а подключается к дисплею, который именно по LPDC. Там всё это так завязано лихо, что мамы не горюй, как говорится. В общем, ну потихонечку разбираемся. Дошёл я до слоёв, то есть со слоями пока проблемы, но возможно они решатся, а и не решатся, да и не нужны нам эти слои. Так как слои с труколором не работают, то есть с 32-битным светом. В рамках библиотеки EMWIN они и так-то не работают с четырьмя восьмёрками. Потому что, видимо, ресурсов каких-то не хватает. Они работают, если только выводить, а если ещё стачим, например, то там начинаются тормоза. Соответственно, слои – это хорошо, а в общем полноцветный режим – то это ещё лучше. Я думаю, без слоёв мы обойдёмся в крайнем случае. Но если освою, я поделюсь, конечно, знаниями. Вот такие вот планы у нас барбароссовские. Ну, я думаю, на следующем занятии по сетям мы попробуем с вами прицепить фирменный модуль с той же самой микросхемой. То есть приехали два таких модуля. Приехали также платы, как я вам говорил, фирменные Nucleo на малышках. То есть там ещё меньше ножек, чем вот на этом контрольнере. Ну, возможно, там заработает… А, ну там вообще устроенный USART есть в нём, так как там есть уже встроенный XT-Link. Там будет проще намного его подключить. Ну, единственный ножек поменьше. То есть там не восьмая серия 103-го. Там какая-то другая. Ну, увидим, в общем. Нам много ножек-то не надо, я думаю. Ну, зато всё-таки с фирменным поработать, я думаю, поинтересней. То есть будет поддержка, будет всё. То есть можно будет какие-то коды где-то найти. Ну, посмотрим, в общем-то. Вы можете также продолжать работать с модулем с нефирменным, с дешёвым. А я попробую с фирменным. Вот и сравним. То есть, так сказать, посоревнуемся. Ну, на этом я с вами прощаюсь до следующего занятия. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы знать, когда выходит у меня следующее видео. Также пишите комментарии в группах. Также пишите здесь под видео. Также в конце каждой последней части есть ссылка уже на текстовую часть занятий, в которую уже прикреплен код проекта. То есть проект с кодом. Так что вы можете спокойно его скачать, и где что-то непонятное было объяснено, либо вы не так поняли, то проект это всё дело разрешит. Также жмите кнопочку «Мне нравится», кому понравилось данное видео. Всем пока, всего хорошего, доброго, всем здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok